Всем в тренде! Да, закончилась еще одна очередная неделя, которая подарила нам очень много годных и интересных новинок, о которых мы сегодня как раз и поговорим. Только вот в отличие от предыдущих недель, на этой было очень мало интересных новостей и событий, но зато есть несколько годных анонсов. Во-первых, как мы знаем Кизару, Big Baby Tape готовят новую совместную работу, которая, наверное, точно станет одним из самых главных хитов этой весны. Но помимо этого, Бенгера еще и Трилл Пилл начал активно показывать сниппеты своих неизданных композиций, а также анонсировал новый альбом, который выйдет, скорее всего, очень скоро и будет иметь себе очень много хитовых работ. И еще Слава Мерлова начал опять в своем инстаграме показывать новые кусочки своих неизданных песен из будущего альбома. И судя по всем этим анонсам, в скором будущем нас реально ждет много чего интересного. Во-первых, в мае выйдет мини-альбом от Кизару, плюс должен выйти альбом Моргенштерна и Славы Мерлова, а также пластинка от Трилл Пила и, конечно, долгожданный альбом Биг Бэйби Тейпа, который, скорее всего, также выйдет этой весной. Точнее, хотелось бы в это верить. И завершает эту хитовую пятерку Тима Белорусских, который сейчас вовсю работает над своей новой пластинкой, только вот останется ли он именно Тимой Белорусских, так как на днях его лейбл заявил о том, что они хотят забрать полностью его имя. Ведь, по их словам, тот образ, который они выстраивали вокруг этого никнейма, в данный момент не соответствует данному исполнителю. А также глава лейбла и битмейкер Тима рассказали людям о том, что почти все самые главные хиты были написаны именно всей командой, а самые вирусные припевы на самом деле придумал не Тима, а именно лейбл. Но, в любом случае, я опять-таки желаю Тиме удачи в этом вопросе и надеюсь, у него получится сохранить свое имя и не потерять свои старые хиты, ведь, скорее всего, ему как раз-таки запретят 100% их исполнять. Но давайте не будем о грустном и перейдем, наконец-то, к обзору новинок. Но перед тем, как начать, я хочу вам напомнить о таком годном магазине обуви, как Hustle.rf. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. И начать обзор я бы хотел с главных релизов этой недели. Как мы знаем, в этот четверг Фейсу исполнилось 24 года. И в этот знаменательный для него день он решил устроить сам себе праздник, а также порадовать своих фанатов. Выпустив новый альбом под названием «Искренний». Интересно то, что это уже третий альбом, грубо говоря, за месяц. А также ровно 4 года назад в этот день вышла его первая полноценная пластинка под названием «Хайт Лав». Из-за чего многие подумали, что новый альбом является второй частью дебютной пластинки. Но, увы, это не так. Здесь есть, конечно, много лирики от Вани в стиле того же антидепрессанта. Но именно минималистик трэпа и какого-то молодого драйва вы здесь точно не найдете. В целом релиз неплохой. Мне очень понравился трек «Домино», который вроде анонсировался еще давно. А также в целом это хорошая фирменная лирика от Ивана. Единственный минус данного альбома – это однообразие. Ну, некоторые припевы прям вообще хоть бери и вставляю в следующий трек, и ничего не поменяется. Но если это было именно такой концепцией, то в принципе все логично. Плюс хочу еще добавить, что среди всех его выпущенных в этом году альбомов, именно этот релиз мне понравился больше всех. Поэтому однозначно рекомендую его к прослушиванию. Я слышал то, что эта жизнь прекрасна, но почему тогда мне грустно? Всех отдай мне шанс хотя бы раз исправить все мои ошибки. Она говорит, что любит боль, ты ее получишь, если хочешь быть со мной. Александр Макуйна мне, я в черепах как смерть, если говорит, что любит, лучше ей не верить. Ну и конечно далее у нас идет Рокет и его супер трэповый новый альбом, который не буду скрывать, я ждал очень долго и в целом остался довольным от его прослушивания. Именно для набора новой аудитории данная пластинка скорее всего не подойдет, но именно для тех, кто любит творчество Ракеты, тот 100% ее оценит. Это все тот же ленивый флоу под минималистичные биты с очень расслабляющей атмосферой. И я реально кайфанул от данной работы, но назвать ее хитовой и лучшей я, увы, не могу. Все-таки это просто обычный альбом Рокета без вау эффекта и новых каких-то открытий. Да, всем любителям трэпа однозначно советую, но кто не понимает его стиль, тому наверное вряд ли это понравится. А вот главный отец русского трэпа Яникс наконец-то в этом году представил первый сингл под названием «Мандем», который как всегда наполнен крутыми панчами и динамичным флоу от Яник. Кстати, мне понравилась строчка про гольф-клуб и то, как он в этом треке называл свои бриллианты. Да, это «Замороженная вода». Ну, реально, слово «Айс» и «Лед» как-то устарело, поэтому почему бы просто не говорить «Замороженная вода». Крутой трек, мне все понравилось, однозначно рекомендую. Ну а вот звание самого необычного коллаба этой недели получает Тифест и Дора, которые еще неделю назад анонсировали свою совместную работу и вот наконец-то в эту пятницу они ее выпустили. В целом, это некий R&B-бэнгер с элементами латинского вайба и я думаю, что этот трек Тифеста вновь поднимет на первые места в чарте и возможно вдохновит его на написание новых классных хитов. А вот Лизер на этой неделе посетил «Фастфуд Мьюзик» и показал, как он умеет подстраивать свой стиль абсолютно под любой бит. Но новинка заключается не в этом, а в том, что после участия в «Фастфуд Престайле» Эрсен представил своим фанатам новую работу под названием «Водой». Непонятно, будет ли это синглом из второй части альбома «Молодость», но судя по вайбу и стилистике трека, вполне возможно, что это некий подогрев перед будущим дропом полноценного релиза. В фоне дождливого неба, сидя в бетонных склепах, цветы прорастали насквозь из моей грудной клетки. Я бы хотел стать прозрачной водой, приливать в океан стать. Главные старички русского рэпа «Гуф» и «Муравей» представили на этой неделе новую совместную работу с Сифо и Диджей Кейвом под названием «Маятник». Кстати, интересно было услышать мотив трека «Рокстара» до «Байби» на «Битейл» с кульную читку «Гуфа». Но у меня вопрос, где обещанный сольник? Надеюсь, что хотя бы в этом году мы услышим от Алексея тот самый долгожданный альбом. А Благо Уайт, видимо, решил на этой неделе всех благословить и представил новую сольную работу под названием «Благословил». Очень странный трек с необычным битом и мотивом, но в этом и есть вся фишка «Благо», а именно делать такой трэп, который ну мало кто сможет точно повторить. Ну и, конечно, не могу пройти мимо эстонского исполнителя Томми Кэша и его интересного мини-альбома под названием «Манэй Сутра». Интересно то, что на фитах там «Суисайды», «Боунс» и еще «Элджей». Да, релиз с моментами странный, необычный, но при этом очень годный. Куплеты гостей звучат действительно круто, и видно, что все было сделано не на скорую руку. Ну а если вы искали интересный и красивый женский вокал, то вам точно стоит ознакомиться с таким артистом, как Эйлин. Данная девушка, во-первых, имеет профессиональное музыкальное образование, а также она сама себе делает биты, что на самом деле является редкостью. Но помимо этого, она еще записывает себя полностью сама, плюс имеет свой неповторимый уникальный стиль, с которым я вам советую обязательно ознакомиться. Эйлин только недавно начала плотно заниматься своим творчеством, но уже добилась неплохих результатов. Ее клипы собирают десятки тысяч просмотров, а с каждым синглом ее скилл становится все круче и круче. Поэтому ссылку на нее я оставлю в описании, и надеюсь, что вы поддержите творчество этой девушки. Кстати, помните такого исполнителя, как Домино? Ну, это тот парень, который был на легендарном треке Оксимирона под названием «Привет со дна». Так вот, наконец-то спустя три года он вернулся и выпустил новый мини-альбом, который все так же имеет тот самый депрессивный стиль исполнителя и меланхоличную историю. Любителям ностальгии уверен, такое точно зайдет. Ну а вот главные короли смешных панчей, русского детройт-рэпа Сода Лап, я уже буду, представили на этой неделе новый клип на трек из недавнего альбома Соды. В принципе, видеоряд не похвастается интересной локацией или концепцией, но это Детройт, поэтому здесь, в принципе, ничего заумного и сверхъестественного делать не нужно. Хотя вот Майот наоборот выпустил клип с интересным сценарием, кучей пасхалок, спецэффектами и переходами на трек под названием «Лондон». А вот на Западе эту неделю забрала легендарная группа «Брок Хептон», которая, судя по всему, выпустила свой последний альбом. Да, данный коллектив, состоящий из 14 артистов, заявил, что к концу года данная группа распадется. Ну а насчет альбома я вам обязательно рекомендую его чекнуть, особенно фит со сопроки, который мне прям моментально улетел в плейлист. И, ребят, да, наконец-то это произойдет. Новый альбом «Найт Лавелла» выйдет 7 мая. Очень долго от него не было релизов, да, были синглы, какие-то фиты, но полноценные альбомы или EP очень давно мы не видели. Поэтому это классная новость, надеюсь, альбом будет годным. Ну а на этой неделе он представил новый сингл, который однозначно понравится фанатам мрачного и атмосферного звучания «Лавелла». Ну а кто хотел чего-то жесткого и энергичного, тому обязательно советую знакомиться с новым треком от Зилла Ками и Lil Uzi под названием «Baddest». Кстати, данная работа является вторым синглом из будущего альбома Зилла Ками, который выйдет в скором времени. И знаете, у нас идет как-то по накалу, ведь следующая новинка самая хардкорная, а именно это новая работа от Скарлорда, которая, как обычно, пропитана экстрим-вокалом, тяжелым битом и агрессией. И на этом у меня все. Не забываем, что все треки одним плейлистом вы найдете в нашей группе ВК, а также в описании под видео. И, конечно, не забудьте подписаться еще на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и мутюр. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там. Я в тренде, а не в тренде, с нами тусит мода, мода. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там. Я в тренде, а не в тренде, с нами тусит мода, мода.